Производителям Бельц и Севера Молдовы предложили выставить свою продукцию на ярмарке, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября в рамках бизнес-форума. Приглашение озвучил первый заместитель директора внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прилов на встрече с руководством Бельц. По его словам, молдавские предприниматели получат возможность не только ознакомить нижегородцев с продукцией собственного производства, но и могут завоевать постоянный рынок сбыта. Было бы неплохо сорганизовать что-то типа экспозиции на Нижегородской ярмарке, на нашей в рамках бизнес-саммита. Какой-то уголок, который... С возможностями реализации продукции. С возможностями реализации. Прямо это самое. Прямо можно там же и определенную торговлю организовать. Продовольственные товары, товары легкой промышленности всегда идут на ура, их раскупают. Это просто я по опыту коллег из Белоруссии приезжают, из Абхазии приезжают, наши ваши конкуренты там из Кизляра приезжают и так далее. У них все раскупают, потому что приходят люди, обычные люди. Там один день официалы приходят, там губернатор, министры из федералов, в свыше уровень кто-то приезжает. Они просто осматривают там общий фото на границу. Журналисты пофоткают. Кстати говоря, тоже неплохо, если журналисты там что-то посмотрят и куда-то, где-то мельком там дадут в СМИ наши, да, там Межгородские. Потом уже там на следующий день, например, просто открытые для посещения площадки. Люди ходят, знакомятся с продукцией, пробуют и так далее. Вице-мэр Леонид Бабий выразил опасения касательно запретов России на ввоз некоторых продуктов из Молдовы. Как мы можем повезти к вам, если запрет на экспорт, раз, во-вторых, масло, молочное и так далее, то же самое, сельхозпродукция, то же самое, видите, возвращается, сейчас возвратили, значит, эти сливы там и так далее. Я понимаю, что есть, естественно, Роспотребнадзор работает, как говорят, но дело в том, что сейчас это все, чтобы вывести, не так-то просто. Вице-мэр Игорь Шеремет поддержал эту идею, отметив, что этот бизнес-форум может стать первым шагом к развитию торгово-экономических отношений между Бельцами и Нижним Новгородом. Откликаемся вообще на приглашение, мы передадим всю эту информацию всем производителям, чтобы они в кратчайшие сроки подготовили, в принципе, и заинтересованы, если они заинтересованы, участвуют в формате этого форума, и уже в частном порядке мы придем уже механизм завозить, как обрцы, на участие на этом форуме. Потому что, я уверен, в таких мероприятиях все, в принципе, начинается и возобновляется. Нет, там исключение по-любому же. Снимается определенный запрет на определенную продукцию. Если продукт рекомендуется в рамках каких-то форм, каких-то ярмарок, то это уже, наверное, будет разрешаться и другие вопросы. Но как обрцы, я думаю, что можно. По словам Галины Кодицы, директор Бельского филиала Торгово-промышленной палаты Республики Молдова, многие бельские предприниматели готовы работать с российскими покупателями на постоянной основе. Леонид Иванович, в прошлом году по заданию Рината Георгиевича большой объем работы провели. Вы помните, мы встречались не один раз с конкретными производителями нашими местами и абсолютно все отрасли народного хозяйства. У нас есть список уже готовых потенциальных экономических агентов, которые желают работать с российским рынком. Что это Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Российские гости подчеркнули, что они заинтересованы в поставках на российский рынок качественной молдавской продукции.